Уже сегодня стартовало одно из главных событий года в деловой сфере России Красноярский экономический форум и вот телеканал Енисей, так же как и организаторы мероприятий, естественно, готовятся к этому масштабному мероприятию. Мы уже не один раз, у нас были и гости в эфире, мы рассказывали о подготовке, но вот сегодня, непосредственно в день старта, расскажем о том, что у нас есть наша площадка на кэфе, на которой можно будет не только узнать что-то интересное и передавать. И, конечно же, познакомиться лично с Ксенией Кащеев, которая прямо сейчас появится на ваших экранах и расскажет о том, что вообще можно будет пронаблюдать и на нашей площадке, и, в принципе, на кэфе. Доброе утро. Все же доброе утро. Доброе утро, дорогие телезрители. Доброе утро, ведущие программы «Утро на Енисеи». Да, действительно, сегодня стартовал Красноярский экономический форум, первый день форума. Несмотря на то, что до пленарного, до заседания, до работы круглых столов остается больше часа, здесь достаточно оживленно собираются гости. Первый день форума посвящен экологической, молодежный день форума посвящен экологической теме. Сегодня на кэфе, по традиции, работают сразу две площадки нашего телеканала. Это выездная мобильная студия. Здесь мы будем записывать спикеров, основных участников Красноярского экономического форума. Сегодня ожидаем уже гостей. Ну и еще один павильон, который у нас здесь работает, это переговорная. Собственно, по традиции мы, опять же, будем здесь презентовывать проекты телеканала, наши большие общеканальные проекты, которые мы реализуем. Речь идет о проекте «Наши дети» и автопробеге «Красноярск-Северный Кавказ», «Автокрасноярцы». Еще из таких особенностей для канала впервые в этом году на форуме в качестве волонтера на нашей площадке с презентацией проекта «Наши дети» присутствует участник проекта «Наши дети» Руслан Сайфулин. Руслан, расскажи, что для тебя сегодняшнее событие, что волнуешься, я знаю точно, но я знаю, что это для тебя не первое волонтерское большое мероприятие. Как ты готовился, хорошо ли спал, что ждешь? Да, я, конечно, спал хорошо. Жду я, ну, как бы, как бы, правдив, новых знакомств, новых, как бы, ощущений, как бы, ну, охота кому-то помочь, что-то сделать, как бы. Ну, и у меня ожидания просто, я весь на эмоциях, сейчас будут приезжать люди, как бы, и вот так. Руслан, я знаю, что ты был у нас в Алматы, собственно, на церемонии открытия, присутствовал на некоторых играх в качестве, правда, не волонтера, а участника, но один из участников проекта у нас был волонтером, это Сергей Романьков. Ты с ним позже уже общался. Расскажи, у тебя как-то изменились представления о том, кто такой волонтер? Да, у меня изменились представления. Я думал, что волонтер, это, как бы, ну, пришел, как бы, помог, да, ушел. А на самом деле это, нет, это, как бы, более развернутая, ну, ситуация такая, то, что ты, ну, приходишь, знакомишься, помогаешь, как бы, не только просто помочь и уйти, а получаешь какие-то ощущения для себя, то, что понимаешь, то, что ты помог людям, это, как бы, это, ну, хорошо, то, что, ну, это просто круто. Спасибо, Руслан. Ну, я, наверное, еще скажу о том, что два проекта мы презентуем сегодня в рамках нашей выездной студии «Переговорной». Это проект «Наши дети» и проект «Автокрасноярцы». О них мы вам уже частично начали рассказывать в эфире. Проект «Автокрасноярцы» — это автопробег «Красноярск-Северный Кавказ». С этим проектом мы стартуем в июне этого года. Приглашаем всех желающих присоединиться. Сегодня будем рассказывать о проекте подробно участникам Красноярского экономического форума и гостям, которые приехали в Красноярск, чтобы принять участие в этом большом мероприятии деловом. Мы, безусловно, расскажем о работе нашего канала и будем приглашать всех поучаствовать непосредственно в проекте. Ну и проект «Наши дети» — это проект, который направлен на работу с ребятами из детских домов Красноярского края. Проект, который канал реализует уже четвертый год подряд. Два года назад мы немножко переформатировались, и основной ключевой целью проекта стала социализация подростков. И канал мечтает сделать из них волонтеров универсиады 2019. Это у нас получается, потому что мы уже с Русланом разговаривали о том, что в Алма-Аты у нас был участник проекта, который работал волонтером на универсиаде 2017. Я думаю, что все лучшее впереди. Обязательно будем вам рассказывать о том, как проходит Красноярский экономический форум и как работают наши площадки. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, Ксения. Действительно очень важное дело. Продолжение следует...